Раньше я носила вот столько много учебников. Болела спина, еще плюс тетрадки, пеналы, там форма. Еще в прошлом году 12-летняя Милана носила в школу комплект учебников по шести предметам. Рассказывает, утром она могла спокойно дойти до школы и не жаловаться на тяжелый портфель. Но после уроков чувствовала всю тяжесть гранита науки. Девочка мечтала, что целую стопку книг может заменить гаджет, где будут скачаны все необходимые предметы, но пока по электронной системе она вместе с одноклассниками изучает русский язык. На ноутбуке мы там смотрим видео уроки, проходим тесты. Тесты бывают разные, сложные, легкие, смотря как тему выучить. Ну это, во-первых, намного быстрее, то есть распечатывать учителям никакие тесты не надо. Они нам сказали название, мы ввели, посмотрели на РЭШ какие-то уроки, нам там объяснили тему, записали в конспекты. Вошли в тест и начинаем их решать. Если у ребенка нет современного телефона, он может взять на занятия лицейский ноутбук. В классе их целый стеллаж. Кроме того, воспользоваться очками виртуальной реальности и рассмотреть в 3D, к примеру, химические реакции или физические явления, плюс прогуляться по мировым музеям. В классе русского языка есть вот такой интерактивный стол. Он подключен к интернету. Здесь работает специальная редакция и делает макет газеты на пройденную тему. Кто-то пишет тексты, кто-то работает над дизайном. После того, как сделали, отправляет на проверку учителю. Педагоги рассказывают, работают по 40 виртуальным платформам, по разным предметам. Ребята в программах могут посмотреть и презентации, даже пообщаться со школьниками из других стран. Также учителя разрабатывают собственные курсы. Всего в 9 лице есть 4 учителя русского языка. И у каждого свой подход как и к ребенку, так и к образованию. Они предлагают разные варианты изучения языка в 5 классе русского языка. Все, и ребенок выбирает. То есть, если он не выбирает виртуальную газету «Кнопка», он, например, может выбрать традиционный урок и пойти на урок, где он не будет работать с виртуальной газетой. В Краснерске почти все школы работают с электронной системой, но пока только 5% от программы изучаются виртуально. Полностью отказываться школы от классических учебников не собираются. К новому учебному году в учреждения завезли более 300 тысяч новых книг. Ребятам выдадут по два комплекта, один дома, другой останется в библиотеке. Диана Хатяшвили, Денис Тимошенко, Енисей. Новости.